Одна из самых трогательных акций ко Дню Победы – парад у Дома ветерана. Ее начали проводить в нашей стране из-за коронавирусных ограничений. Но, как это бывает с хорошими начинаниями, такой формат прижился и получил широкое распространение. Вместе с музыкантами военного оркестра и другими участниками акции ветеранов Ёшкаралы поздравили мои коллеги. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропал. Обычный самбатхийский двор, типовые многоэтажки, детская площадка, едва-едва покрывшаяся зеленью березы. И военный оркестр с музыкантами при полном параде. Вот уже второй год наша республика принимает участие во всероссийской акции парад у Дома ветерана. Ее суть состоит в том, чтобы устроить праздник для тех героев войны, кто не может принять участие в других мероприятиях по состоянию здоровья. И это по-настоящему трогательная инициатива, которую поддержали во многих городах страны. На душе радостно, что не забывают участников Великой Отечественной войны. Помнят. Это очень хорошо. Персонально поздравили с Днем Победы ветерана внеедомственной охраны, полковника милиции в отставке Петра Кузьмича Мельникова, его коллеги-росгвардейцы. Поздравление ветерана под окнами его стало доброй традицией, которая проходит с особим трепетом и радостью. Таким образом мы выражаем нашим ветеранам слова безграничной благодарности за их стойкость, отвагу и великую победу. Петр Кузьмич – выдающийся человек, за плечами которого долгий фронтовой путь и служба в органах внутренних дел, в том числе и во внееденственной охране. В октябре прошлого года Петр Кузьмич отметил свое 95-летие, но остался в строю, несмотря на годы. Он для нас показательный пример верности, храбрости, силы и самоотдачи. Не менее теплые слова прозвучали от школьников, которые также присоединились к акции. Лично для меня стало огромной честью навестить Петра Кузьмича Мельникова. Он подарил нам жизнь, личным примером показал, что значит быть настоящим патриотом. Дорогие ветераны, спасибо вам за то, что мы живем сейчас в такое мирное время. Спасибо, что защитили нашу любимую родину. Спасибо вам за то, что выстояли такие испытания, трудности. 95-летнего героя войны Николая Пауткина чествовал сборный отряд юнормейцев города и творческий коллектив ДК Ленина. Мне кажется порою, что солдаты С кровавых не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей Николай Данилович – один из самых молодых ветеранов нашего города. Поэтому гостей он встретил у своего дома. Уже многие не ходят. Я почему хожу? Потому что я самый младший из участников войны во всем университете. Был один свертник мой с 26-го года. Нет, его сейчас двое были с 25-го. Остальные старше меня, все ушли. Я вот как самый молодой пока еще на этом, на белом свете нахожусь. 74 ветерана. Именно столько героев войны живут на сегодняшний день в Ишкарле. Всем им глубоко за 90. Возраст дает о себе знать. Многим из них тяжело выходить из своей квартиры. Но благодаря акции «Парату дома» никто не остался без праздничного настроения.